В эфире программа «Ночной гость». Гость программы, телеведущая, продюсер, деловая женщина, ведущая массовых мероприятий Дельдар Исламова. Добрый вечер, Дельдар. Добрый вечер, Надр. Дельдар, вы знаете, есть такая американская поговорка, скажем так, выражение «self-made man», то есть мужчина, который сделал себя сам. Вот о вас можно, безусловно, сказать «self-made woman», то есть женщина, которая сделала сама себя. Вот в чем заключается секрет вашего такого успеха? Благодарю за приятную фразу. Знаете, наверное, очень простой вещей, которую я поняла только недавно. в абсолютной непосредственности, энтузиазме и просто искреннем интересе. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, я, наверное, часто это повторяю, то как-то ты не задумываешься, как это то, что нравится, превращается в дело твоей жизни, в какой-то бизнес, приносит средства и так далее. Поэтому мне очень повезло в жизни, я как-то так с молодости сумела не подавлять в себе вот эти желания, которые мы очень часто подавляем в силу разных обстоятельств. Это могут быть какие-то установки родителей, они же нам рисуют картину, кем они нас хотят видеть. Да, это окружение, это школа, в которой ты учишься, далее вуз, в котором ты обитаешь. И все это же тоже слоями-слоями. И несмотря на то, что меня мама видела в будущем серьезным музыковедом, который пишет умные книги о музыке классической, я окончила школу Успенского, окончила консерваторию, так сказать, по диплому. Я преподаватель музыкальных предметов, музыковед и аналитик. И то есть моя судьба была предрежена моими родителями, я должна была писать умные книги, присутствовать на концертах, изучать, анализировать все, что связано с классической, восточной и европейской музыкой. Но меня все это так не вдохновляло. И начиная, скажем, со школы и в той же консерватории, меня всегда тянуло в какие-то очень интересные музыкальные и мероприятические, если можно так сказать, приключения. И мне посчастливилось учиться с ребятами, которые сейчас, скажем так, работают в именитых оперных театрах, в серьезных симфонических оркестрах, потому что у меня в классе, если говорить об Успенке, были и пианисты, и скрипачи, и тромбонисты, и колорнетисты. В общем, я в очень интересной среде росла. А вот как вы думаете, сегодня талант что-то значит? Конечно. То есть, чтобы человеку, скажем так, добиться успеха, ну или сказать, если будем говорить на современном языке, раскрутиться, что ему нужно? Одного таланта достаточно? Сейчас растет уникальное поколение. Вот нашему поколению пришлось очень сложно, потому что мы попали в такой вот переломный период. Мы жили в очень серьезной идеологической стране, и мы четко верили в то, каким будет наше будущее. Затем произошел такой вот надлом, и, честно говоря, наши родители, большинство наших родителей, они были в жуткой растерянности, потому что, ну вы знаете, интеллигенция переключилась на торговлю, сфера торговли была наполнена какими хотите персонажами, и поэтому у меня была очень такая веселая юность, о чем я не жалею совершенно, и, наверное, я об этом тоже не рассказывала. Было время, мы занимались спекуляцией. Лихие времена такие. Лихие времена, да, это были мои первые шальные деньги, но благодаря им я чувствовала себя еще более уверенной, и как бы это тоже как-то сыграло роль в своем состоянии. Но согласитесь, это была тоже своего рода школа. Да, так вот о талантах. Наверное, в тот переломный момент сложно было заниматься с какими-то своими моментами, связанными с талантом, потому что, грубо говоря, надо было выживать, и надо было понимать, в какой сфере дальше работать, потому что вся прежняя система была безвозвратно разрушена. Вот, и сейчас я замечаю, что рождаются совершенно невероятные дети, которые не такие зашуренные, что ли, как мы. Вот наше поколение, оно во многом позволяло диктовать, каким быть, каким тебя видят в будущем, куда идти учиться, кем работать, на ком жениться, где жить, где квартиру покупать. То есть существовали шаблоны, да? Ну, они существуют и сейчас. Если говорить о людях моего, например, поколения, и немного помладше, я считаю, что это очень сильно сказывается на том, и мало кто может сейчас похвастаться тем, что он женился по любви, например, да? Либо он там, не знаю, встретил любовь всей своей жизни и совершенно перекроил свою жизнь и так далее. Потому что мы все равно очень сильно смотрим на то, что скажут семья, близкие, окружающие, работы и так далее. Но в талант, безусловно, я верю. Вы верите. Да, я даже верю в то, что в каждом человеке есть определенный талант. Его нужно выявить. Да, высшие наши силы, они как-то очень правильно все распределили, и мне кажется, они очень четко разделили. Вот, допустим, у этой части людей прекрасные наклонности и талант в сфере науки, у этих в музыке, у этих в кино, у этих еще где-то, еще где-то и так далее. Они могут как-то совмещаться, может быть, да, как-то соприкасаться. Но в целом, мне кажется, каждый человек наделен какой-то особенностью. И уже от него, и от того, как он относится к своим обстоятельствам, к жизни, к каким-то моментам, к самому себе, зависит, вытащит он это или нет. Дильдар, как вас уживается и телеведущая, и мать, и одновременно бизнесвумен? Я очень везучий человек. В этом весь секрет. Ну, я думаю, что я достаточно легко отношусь ко многим вопросам, и поэтому они меня отвечают тем же. Они меня не напрягают, не нагружают и не создают в мне проблем. Вот. В телевидение я попала совершенно случайно. И мои две телевизионные мамочки, как я называю, Матина Муминова, Негор Назарова. И пришла я туда буквально на, знаете, на временной основе, как я тогда считала. Но ничего нет более постоянного, чем временное. Получилось, что в 96-м году, оказавшись на телевидении, я там осталась надолго. Вот. Параллельно возникла любовь. Я вышла замуж. Родилась моя дочь Зарина. И как-то так все было очень естественно. Когда ей было 4 месяца, я еще умудрилась записаться на курсы BBC при консульстве, при британском посольстве в Узбекистане. И еще целые, по-моему, 2 месяца я успевала бегать на курсы, на телевидении, домой покормить ребенка. Снова на курсы, снова на телевидении. Они как-то, знаете, даже не задумывались, что это что-то сложное. О, я хожу на курсы, я еще работаю, ребенка воспитываю. Чем легче, мне кажется, относишься, как к данности, это и есть уже все. Легче, проще, выше. Легче, проще, да. И вы знаете, есть такой удивительный момент, раз мы говорим уже об отношении к жизни и ко всему остальному. Когда я стала задумываться, чем я хочу заниматься, дочке надо больше внимания уделять, а в работе тоже надо что-то такое интересное сделать. Чем больше я стала заморачивать, тем сложнее мне стало жить. И вот буквально, я не знаю, года, наверное, 2 назад, когда я вернула, когда начала анализировать, каким образом вообще я чего-то достигла, как к чему-то пришла, потому что вот наступил какой-то период, я не знаю, это возраст, это стечение обстоятельств, это эпоха сейчас такая, да, там, скажем, если брать по годам или что, но вдруг я задумалась, а что я вообще делаю, что я хочу делать, и как я вижу свою дальнейшую жизнь. Я поняла, что я очень стала заморачиваться, и мне стало неинтереснее жить с этими заморочками. То есть вы сами все стали усложнять? Абсолютно. Потому что ты ставишь тебе какие-то вот эти вот материальные ценности, они очень сильно отвлекают, мне кажется, от всего. Когда ты зацикливаешься на материальном, а сколько я зарабатываю, а сколько я получу за вот это, а что мне заплатят, если я сделаю вот это, это анти-правильно, что ли, в моем случае, во всяком случае. И когда я стала думать о том, чем я хочу заниматься, и что доставляет мне удовольствие, я снова вернула ту свою, знаете, вот 25-летней давности ощущение, да, и правильное слово, и энергию, и вдохновение. И сейчас у меня миллион планов, касающихся всех сфер моей жизни, и мне реально сейчас снова легко и просто. Как-то английский сценарист и автор Алан Коррин сказал, телевидение интереснее, чем люди, иначе в углах наших комнат стояли бы люди, а не телевизоры. Вот как вы относитесь к этой фразе? На самом ли деле это так? Не соглашусь. Телевидение равно люди. И нам все равно интересно то, что происходит с другими людьми, и что они делают. Просто телевизор позволяет увидеть за раз, либо в короткий период времени, большее количество людей. Поэтому он и интересен. Вы поставите кого-то одного, ну и любуйся на него. Это реалити-шо, оно тоже есть на телевидении, да? Либо там какое-то сообщество, за которым вы наблюдаете. Вот. Но мне кажется, телевидение – это нечто такое интересное творение природы и человечества. Опять-таки человека. Да. Это вот кто-то говорил, что это просто окно в большой мир, который вы можете еще и пролистывать, и переключать с помощью пульта, и увидеть большее, нежели вы можете это увидеть, скажем, в реальной жизни. Но сейчас появился интернет, и у нас больше возможностей видеть еще большее количество людей, ситуаций и каких-то событий. Ну, смотрите, раз мы завели речь о телевидении, давайте поговорим о ваших самых успешных телепроектах. И один из них – это телепроект «Айланай». Вот как вы думаете, вы являетесь продюсером этого проекта? И в чем все-таки секрет? Почему была такая популярность у данного проекта? Мы дарили мечту девушкам всего Узбекистана. Не всех 100%, но я думаю, 70% молодых девушек мечтают о красивой свадьбе. О принце, о роскошном платье, о диадеме, либо каком-то ином красивом украшении, которое приближает ее в ее понимании к категории «пранцессы». Вот. И поэтому эта передача, она просто попала в точку. Сколько она просуществовала? Хороший вопрос. Она просуществовала 8 лет. Немалый срок. Я считаю, что для нашего телевидения это большой срок, причем она становилась популярнее с каждым годом. И если мы открылись в 2006 году, передача выходила, если я не ошибаюсь, раз в месяц. Потому что тогда нам было еще сложно находить партнеров, продумывать. Тогда спонсорах мы особо не нуждались, мы опять-таки работали за идею. Но нужно было найти магазин. Это сейчас уже многие бутики знают, что это здорово, сотрудничать с телевидением. И сами готовы. Отдавали, да, одежду, звали и так далее. А для нас тогда это было нечто новое, и нам надо было убедить, что это действительно хорошо, и что они тоже какие-то плюсы получат. Вот. И вначале вот мы выходили раз в месяц. Затем попросили, как бы... Затем руководство телевидения решило, что передача должна быть более стабильной, и мы решили выходить раз в две недели. Но затем, скажем так, будучи телевизионщиком, я поняла, что программа тогда хорошо внедряется в умы людей, скажем, и становится каким-то сопутствующим элементом жизни определенного количества людей, когда она имеет определенную стабильность, более четкую и частую стабильность. И я поняла, что нам нужны еженедельные эфиры, и мы перешли на такой формат, и совершенно незаметно мы перешли в формат свадебных тем, потому что изначально Айланай – это была передача о женщинах, которых мы хотели просто преобразить. Я бы хотела подчеркнуть ту стезю, на которую мы вступили с нашим Айланай, превратившись в свадебный Айланай. Для нас очень важно было, что девушки были из среднего достатка семей, которые не могут себе позволить роскошное платье взять в аренду либо купить. Это было для нас очень важно. Конечно, мне скажут, сложно же определить, какого они там уровня достатка или так далее, но, поверьте, это можно было сделать, потому что мы с каждой девушкой встречались лично, мы проводили предварительные кастинги, встречи. Это был первый момент. Второй момент – мы, конечно, обращали внимание на то, чтобы девушка из себя что-то представляла. Если она просто дома печет пирожки и там постоянно общается в интернете с подругами, тогда интернет еще не так был, разве, скажем, по телефону постоянно, то мне с такой девушкой не очень интересно. Мне все-таки хочется, чтобы она какие-то свои мысли выражала. У нас там была часть визитная карточка, и девочка рассказала о себе. То есть она должна была быть не пустой, скажем так? Абсолютно верно, да. Либо она учится, у нее какие-то идеи, либо она параллельно работает, либо какие-то у нее есть, я не знаю, хобби, которые представляют. Да, потому что я хотела, чтобы в эфире были девушки, которые могут стать образцом подражания для других, кто не знает, чем заниматься, и как себя вести, и где себя найти. И третий важный для меня момент был, что все девушки, которые участвовали у нас в передаче, они абсолютно четко претендовали на получение бесплатного платья на свой свадебный день. Вы были ведущей еще одного наинтереснейшего проекта на узбекском ТВ, это «Сельдерей шоу». Скажите честно, кто из ваших гостей лучше всех заготовил на данном проекте? Насиба Абдулаева. Насиба Абдулаева. Почему? Она мне сразу вспоминается. Вы знаете, она так ответственно отнеслась к самому процессу съемки. Я знаю, что руководство канала меня пожурит, но я все равно скажу. Она приехала с четырьмя пакетами, потому что у нее не получилось заехать заранее посмотреть всю нашу утварь, весь инструментарий. И она сказала, что я поэтому подстраховалась. У нее был свой казан любимый, в котором ничего никогда не подгорает, и готовится все здорово. Она привезла свою мясорубку, и мы дружно всей группой крутили мясо, чтобы оно было прям именно такой фарш, который ей требуется. Орехоколку она привезла, еще что-то, еще что-то. И она так методично все осмотрела, все разложила, сказала, боже, это был прям бальзам на сердце. Твой казан хороший. И свой она убрала. И в нашем казане все это готовила. Но мясорубка, орехоколка, у нее были свои, я сказала, здесь вот и кофемолка. Там много. Она готовила азербайджанский плов, и несмотря на простоту визуально это блюдо, он оказывается такой трудоемкий в исполнении. Но он вкуснее узбекского плова? Он невероятно. Нет, он не вкуснее, он просто другой. Он невероятно вкусный получился в тот день. А поскольку сын Насибы Абдулаева общается с моим братишком, я потом еще с ним беседую, я вот рассказываю, он говорит, Тиля, ты не знаешь, как она нас кормит, когда мы приходим к ним в гости. В гости. Да, это она сама. И вот, не знаю, когда мне спрашивают, кто хорошо готовил, я сразу вспоминаю Насибы Абдулаева. Вот смотрите, мы с вами сейчас говорим о телепроектах, но в последнее время вас мало видно на ТВ, на ТВ-пространстве. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что я сейчас очень себя люблю. Да, это я говорю искренне, совершенно ответственность за свои слова. Да, и сейчас я очень занята собой, в плане того, что я хочу быть в определенной физической форме, моральной форме. Вот. Во мне все больше и больше энергии. Наверное, мое появление, оно должно быть, ну, таким эффектом. Ярким. А к этому надо подготовиться, да. Потому что делать просто какие-то проекты мне неинтересны. И сейчас, когда я понимаю, куда меня тянет, и что меня вдохновляет, то это... Но это можно назвать поиском себя в какой-то... Да. В какой-то мере. Я считаю, что люди вообще всю жизнь себя ищут. Но мне так повезло, я считаю, понять определенные вещи, когда еще не совсем старенькая, и еще есть силы, и еще ясный ум. Поэтому у меня сейчас очень серьезные планы, и я достаточно серьезно отношусь к своему настоящему, будущему. Поэтому есть планы вернуться на телевидение. Какой это будет канал, я пока не знаю. В какой это будет мере, я тоже не знаю, но... Но планы есть. Да, конечно. Я вам больше скажу, что очень много предложений в разном... В разной мере масштабные, либо поликамерные, да, и жанровые, и быть продюсером, быть ведущим, и быть все вместе, и возглавлять какой-то из сегментов на телевидении и так далее. Это же так. Да, но пока вот как-то вот бывает, вот я хочу, чтобы это предложение, оно прозвучало, и у меня прям мурашки по коже и бабочки в животе. Вот. Ну, либо я, наверное, приду к тому, что я сама сформирую какое-то интересное предложение, и это тоже имеет место быть. Вы утверждаете, что сейчас вы в поиске себя, скажем так, но что обстоит с организацией праздников и массовых мероприятий? Я занимаюсь, и я с удовольствием веду мероприятия. Я поняла, что, оказывается, долгое время я же была на руководящей должности, и как бы это ни приветствовался здесь руководитель, там, ведешь канал вперед, и занимаешься серьезными бюджетами, а тут параллельно свадьбу ведешь. Вот. И получилось, что несколько лет я просто ушла от ведения и вела очень редко, очень близких друзей. Вот. Вот сейчас я вернулась как ведущая на мероприятие, и мне это очень нравится. И больше всего меня зажигают, конечно, не, скажем, типичные события, а что-то необычное. Мне нравится быть в ведущей мероприятии, мне нравится это живое общение с публикой и вот моментальная отдача. Максимальное количество мероприятий, которые вы провели за одни сутки, то есть ваш личный рекорд такой. Ой, нет, я никогда не гонялась за количеством, и максимум это было три мероприятия в день, но это было просто стечение обстоятельств. Я даже помню эту дату, это было 10-10-10. 10-10. У нас же какие-то цифроманы все, и вот надо было, чтобы открытие завода было 10-10-10. Нумерология кругом. Да, и день рождения одного из салонов было 10-10-10, а тут еще что-то у нас было, то ли свадебное торжество, то ли что-то, и вот 10-10-10. И поскольку раньше у этих трех мероприятий были разные даты, и я взяла, понимая, что я везде спокойно все отработаю, потом они все сошлись, каждый сам своим путем, что 10-10-10, это круто, я провела три мероприятия, я поняла, что это не мое, потому что, когда ты устаешь, ну, нет того драйва, что ли, или чего-то, а еще я в 11-10-10 должна была улетать, и это было совсем... За рубеж. Да, мы как раз решили с друзьями, с дочкой такой компании поехать в Турцию на отдых, и я не помню, как я полетела, и первые сутки я тоже не помню. А как вы проводите свои выходные? Это в кругу семьи, или же... Я вам сейчас совершенно необыкновенную вещь скажу, у меня нет такого понятия рабочие недели и выходные, я в любой тени могу себе устроить выходной, и вот сайт я тоже сейчас очень люблю свой нынешний график. Свободный. Да, и мне даже, знаете, где-то страшно сейчас представить, что я пойду куда-то работать, мне надо будет там бежать к 9-ти, к 10-ти, или к 11-ти каждый день в один и тот же интерьер с одними и теми же людьми, потому что сейчас моя жизнь, она, знаете, чем интересна? У меня ни один день не похож на другой. И у меня выходы, может быть, на этой неделе в понедельник, вторник, а на следующей неделе в четверг, в пятницу, понимаете? А в субботу и воскресенье наоборот у меня проекты, и я их расцениваю как рабочие дни. Поэтому вот в этом плане у меня сейчас уникальная ситуация, и мне это очень нравится. Ну и, Дальдар, последний вопрос. Что для вас главное в жизни? Наверное, гармония. Гармония? Да, скажи. Это самое важное. Это была Дальдар Исламова, программа «Ночной гость». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok